Всем привет! В эфире Альбоматор! И с вами мы, Таня и Максим! В этом выпуске мы расскажем вам, кто стал самой красивой студенткой области и насколько хорошо студенты знают о настранный язык. А еще Альбоматор устроила розыгрыш темы на улицах города. В общем, эфир огонь! Смотреть всем! Уже совсем скоро в Белоруссии выберут самую красивую студентку страны. На днях мы были общей надзадзиями со своей очаровательной представительницей. Ей стала студенткой Белорусско-Российского университета. Но обо всем по порядку. Личная фишка – голос. Вокал. Вокал, да, и ничего лишнего. Без потанцовок, без ничего. Просто одна я и голос. Моя личная фишка сзади разминается. Да, это моя потанцовка и, самое главное, моя группа поддержки. Хорошо. У нее просто будет романтичный образ. Просто такая. Хорошо. Я буду радовать зрителей дефиле. Мне это очень нравится. На королы победители из областного этапа претендуют 8 красивых и талантливых студентов из 6 кузов. Жюри оценивают внешние данные, российские возможности, возможности и угрожающиеся жертвы. Конкурсантки выходят на канал. Горда демонстрирует червы наряды и национальные действия. В виртуальном конкурсе практически без заценок отвечают на вопросы жюри. В финальном конкурсе раскрывают свои товары. Один из лучших номеров – постановка Диана Геевой. Момер девушки объединил музыку, танец и пантомин. Как итог, настоящая леди из института МВД завоевала звание первой вице-мисс. Рядом с ней в шаге Алина оказалась студентка 4-го курса университета. А в интернете победу одержала студентка МВД Куришова. С первой недопытом она же стала обунать иметь награды, генерации и презентации. Отметим романтичную, пишущую сутки МВД Куришова, а также салантливую из оригинальных городов. Благодарный тип у королевы весна 2017 завоевала студентка 1-го курса экономического публики Алина Горалова, Виктория Панчатова. Отличный вокал, внешние данные умения, раскладывающиеся, и так далее. И это из физики, субтитры, 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 субтитры. Благодаря! Республиканский союз молодежи. Можешь ли ты выдохнуть? Да, выдохать надо, ни за что не выдохнуть, бегите дальше. И если что-то не получится, я не расстроюсь, потому что только мои начинания. Я надеюсь, что у меня все получится. Сейчас для меня задача – это красиво и хорошо представить свой город. Все, я не вступлю никуда. А давайте еще раз. Максим, как мне лучше стать? Как думаешь? Девочки такие девочки. А на очереди рубрика «Репост». Лучше улыбайся пошире. Всем привет, с вами Веста Смирнова. И ловите обзор самых интересных интернет-публикаций студентов за последние две недели. Студенты-волонтеры Красного Креста провели мастер-класс в средней школе номер 4 города Могилёва. Школьники узнали много нового и даже успели повеселиться. В конце мастер-класса моделировали экстремальные ситуации. Ученики с удовольствием спасали своих одноклассников. Совсем недавно на факультете математики и естествознания Могилёвского государственного университета имени Аркадия Кулешова состоялся праздник, который называется Юморина. В этом году Юморине 40 лет. В импровизированном банке студенты могли приобрести валюту, за которую можно было, представьте себе, пожениться, а также вынести преподавателя из кабинета во время пары. После все желающие могли бесплатно сфотографироваться и даже не один раз. Самыми активными здесь оказались первокурсники. Вы думаете, они на пары побежали? Нет, это студенты Белорусско-Российского университета устроили практически голодные игры. В тематической игре «Энкаунтер» командам было необходимо сориентироваться на местности и пробежать заданный маршрут, делая остановки на станциях, где нужно было ответить на вопросы о здоровье. И акцию о здоровом образе жизни поддержали, и время хорошо провели. Всегда бы так! А вот в Могилевском медицинском колледже впервые прошел конкурс «Леди и джентльмены». Очаровательные девушки и их галантные парни сразились в творческом поединке. Креативно, весело и с юмором подошли команды к выполнению заданий. Стихи собственного сочинения и неожиданное признание звучали со сцены. Делись и ты своими фотографиями, но чтобы именно твоя публикация попала в наш эфир, ставь хэштег «Хочу ваймоматор». Мы всегда онлайн. Всем лайков! This is bone! This is balls! В рубрике «Контрольный вопрос» проверяли знания английского языка у студентов. You can help me? Вряд ли. What is your name? Илья. How old are you? 18 лет. Where are you from? I am from Gorky. Gorky? Беларусь. Where are you studying? МГУ. Okay. Do you like animals? Yes. What are animals? Dog, cats. Home animals. My name is Alina. Okay. Where are you studying? I'm studying in Kulshowa. MSU Kulshowa. Do you like cats or animals? Yes, I like it. Do you like snow? I don't like snow. Why? It's very cold. I don't live in Nesbos. How are you? I'm fine, thank you. You like apple? Yes. Yes. Where are you from? I'm from Minsk. I'm from Megilov. Oh, what is you do, Yermogilov? I'm playing volleyball and learning in university. Oh, you can help me? Yeah, of course. What is your name? Slava. Where are you studying? I'm from Belarusian Russian University. Belarusian Russian University. Where are you from? I'm from Megilov. You're all from Megilov? Yeah. How many apple you have? How many apple you have? Apple? Apple. Apple. One. Apple как фирма или Apple? Phone? Phone apple? Phone apple? You have phone apple? I have. Okay. Okay. You have one apple, thank you, boy. I listen to music. What is your name? Valeria. How old are you? Nineteen years old. Are you learning English? In school? University? At university. Where are you studying? I study in Bento. What do you do now? Now I go to the shop. Why you don't go to the university? Because I'm lazy. No. I know English. I can speak very well. You can speak very well? Yeah. Where are you studying? I study in gymnasium now too. I'm afraid to speak Russian. How old are you? I'm ten. Do you like snow? Yeah. Why? Snow because I play in hockey. There's a lot of snow and ice. What do you do? I'm golden. And now I'm telling you about Mogilov. Very pretty city. It's very beautiful. City with very good people, I think. It's a lot of places where we can have rest. I like this town. Oh, oh. And now we have a experiment. Correspondents of our channel придумали new new brand. It's funny. It's a lot of people. It's a lot of people. теперь и в нашем городе. Мартиросян, Галустян, покупаем джезекиан. Джан Бой, джезекиан, приехал в Могилев. У нас сегодня открывается магазин. Он француз, но из Черикова. Волонтер. Понятно. Все, помню. Вот первые два хорошие, да? Первые два хорошие. Сегодня два товара по цене трех. Уникальная акция. Только сегодня. Хорошо, спасибо. Чем пахнет джезекианом? Это крем для щиколоток. Зачем ты дал ей в террасе руки? Он вызывает жуткое раздражение. Бедный учителец разводит. Чесотку и покраснение. Срочно смывайте. Смывайте, причем духами пихты. Какими духами джезекиана вы уже пользуетесь? Посмотри. Ламп шикнули бесплатно. Мужской аромат. Если чешется бесплатно. Жан-Поль джезекиан смешивает обычно несколько вариантов. Вот, допустим, здесь брюква и сельдеревья. Ух ты! Можно на вас? Потому что вы мужчина. Вот, понюхайте. Приятно, да? Неплохо. Вот, то есть как бы он понюхал и сразу же и сыт получается. Ну, как бы да. Покушал неплохо. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Пользуетесь ли вы какой-нибудь косметикой? Какими-нибудь духами пользуетесь ли вы? Наша мама пользуетесь. Смотрите, если не хотите идти в школу, можно пшикнуть дезодорант на манту. Сколько стоит? Сейчас мы перервемся на дайджест. А потом продолжим эксперимент. В Могилеве прошла ярмарка профессий и специальностей профессионально-технического и специального образования. На профориентационной выставке свой потенциал продемонстрировали 10 учреждений образования города. Слайды, буклеты, фильмы. Все для школьников, которые, возможно, будут учиться именно в эти колледжи и техникумы. Некоторые на учебу приглашали ярко, наглядно демонстрируют достижения. Как, к примеру, машиностроительный профессионально-технический колледж, где готовят пенцов. Могилев буквально на день превратился в модную столицу. Именно здесь школьники показали безумные идеи, эксперименты и причудливые формы. Цена дворца пионеров стала главным подиумом самого модного дня в Могилеве. Могилеве располагается в коллекции со всей области. Школьники из Бутова, до модного года, приехали в стиле этно. Конкурс проводился в трех номинациях. Эждости, городские мотивы и авангардные идеи. Гости и жюри увидели 27 коллекций одежды и современных аксессуаров. Библиотека Карла Маркса превратилась в Бейкер-стрит 221-Б. Именно там проходила закрытая молодежная тематическая вечеринка в стиле Шерлока Холмса. Ролевой флэст-рум, кинобаттл, игра в детокцию, живая музыка, игротека, библиобар, а также фотозоны, настолки, конкурсы и призы. И все это в самом центре города. У Жанна Поля Жизикена появился официальный хэштег. Присылайте фото и видео с именами нах... Раз, два, три. Поехали, Жанна Поля Жизикена. Давайте понюхаем. Мужской, женский? Женский. Женский. Попробуйте. И скидка будет? Слушайте, да. Я только что попробовал. Смотрите, дырка. А нет, мало. Разъела. А чего же? Ну, вы дали мне вот только что, чтобы обшипать. Да не может быть. Сюда обшипать. А что я походил уже? 20 минут, конечно. Это, может, специальный такой аромат? Какой? Который разъедает курсу, да? Ну, смотрите. Что сейчас делать? А? Ну, я у меня что-то зачитался. Зачесался что-то палец. И сразу шиперет. Летинар, вот сюда. Попробовать будем? Новый аромат, женской, джизикен. Можно будет. Понюхали? Попробовали? Попробуйте второй заодно. Вот еще. Здрасте. Что? Шиклесните красную петлю. О! Шиклама. Магазин наш открывается сегодня на улице Росомахова. Сейчас мне. Держите. Держите. Там есть противоядие. А кто покупает? Невкусно. Вы покупаете? Да? Нет, нет денег нет. Ну, так давайте пойдемте в меня вот там сковороду. Я продаю сковороду. Да? Какие? Не надо сковороду. Надо. Серьезно? Пойдемте вон на плату. Ну, я сейчас придумаю. Идите, я бы сказал. Молодой человек, мы духи продаем. Мы духи вообще. Просто если человеку не надо ваши духи, так я говорю, что мы же сковороду надо. Наверное, многие догадались, что мы сегодня разыгрывали могилечья. Фирменный магазин Жан-Поле Джизикена находится не на улице Росомахова, а на улице Витти Хостова. 47, приходите, и друзей вы приводите. Ирина Шансенгел оборудована. А на этом все. Включайте Белорус-4 Могилев, альма-матер и эфири каждые две недели. И заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова